Великого народа Великого народа Из века в век паломники устремляют к святому свои молитвы и верят Помощь придет Но немногие обращают внимание на одну неприметную деталь Всего в пяти метрах от раки с мощами преподобного Пробоина от ядра и надпись 1608-1610 годы Это отголосок тех смутных времен, когда судьба страны висела на волоске Когда само существование Руси было под угрозой Но в самые драматические периоды русской истории Именно здесь, в этой точке, начиналось возрождение государства Сюда пришел московский князь Дмитрий Донской Чтобы попросить совета и духовной поддержки Сергия Радонежского перед Куликовской битвой А через два с лишним века, когда почти вся Россия была занята польско-литовскими интервентами Троица-Сергиев монастырь, героически выдержав 16-месячную осаду Стал центром и символом борьбы за независимость страны Если отстраниться на секунду от повседневной суеты Кажется, и сейчас у этих древних стен можно услышать негромкую молитву преподобного Сергия И ощутить, как здесь, в храме, для которого Андреем Рублевым была написана Троица Самая известная русская икона, бьется духовное сердце России СТЕРТЫЕ ДО ОСНОВАНИЕ СТЕРТЫЕ ДО ОСНОВАНИЕ ТОРЖЕННЫЕ ГОРОДА От Рязани до Киева, от Владимира до Галича, люди бежали в леса и вздрагивали, лишь услышав конское ржание Они невольно задавались вопросом, не это ли конец Руси, не это ли конец мира, не близится ли пришествие Антихриста Но самыми страшными испытаниями были даже не разорение и нищета, а нравственное одичание Об этом писал митрополит Кирилл, возглавивший русскую церковь сразу после нашествия Батыя Князья ради ханского ярлыка на великое княжение готовы были убивать своих братьев Между усобицы, доходившие до кровавых побоищ, грозили России гибель В России осмысливали причину бедствия, понимая, что не случайно пришли завоеватели За грехи наши и неправды, за умножение беззаконий наших наслал Господь поганых Дабы мы опомнились и воздерживались от дурного пути своего, писал летописец За это столетие русские привыкли дрожать при одном имени татарина Было понятно, что если народ привыкнет к рабству и не найдет в себе силы противостоять завоевателям То он просто исчезнет, растворится среди воинственных кочевников Станет одним из улусов Золотой Арты В это время родился тот, кого через сотни лет назовут спасителем и ангелом родителя В России Человек, вся жизнь которого стала собиранием своего духа и духа целой страны Жизненный путь Сергия Радонежского – парадокс для исследователей Отшельник, бежавший от мирского шума в глухие леса, становится духовным предводителем всей страны Монах, никогда не бравший в руки меча, до сих пор в Акафисте зовется «храбрый в бранях воевода российский» Этой парадоксальностью наполнено и главное жизнеописание святого, созданное его современником Епифанием Премудрым Через весь текст автор проводит мысль Сергий – это чудо из чудес и знак божьей милости всей русской земли Согласно сказанию о Мамаевом побоище, в лето 1380 года, когда Мамай двинул свое войско на Русь Великий князь Дмитрий с братом Владимиром и дружиной отправляется в обитель живоначальной Троицы Чтобы там просить совета и благословения на войну у преподобного Сергия Монах-старец, признанный святым уже при жизни, напутствует великого князя на битву с татарским ханом и произносит такие слова «Иди, господинь, небоязненно! Господь поможет тебе! Победиши враги твоя!» И здесь снова парадокс Как пишет Никоновская летопись, вместе с князем Сергий направляет на войну двух монахов-схимников Которые не должны брать в руки оружие Благословение преподобного Сергия, который послал кого? Он послал двух иноков И мы не понимаем, что это такое Простой крестьянин, который шел практически на верную гибель Он знал, что впереди ехали два инока, которые всем своим видом указывали Это непростая война, это война именно с воплощением тьмы Это война добра со злом И в этой битве умереть – это верный способ войти в Старство Небесное «Час вашей купли настал» – этими словами провожал Сергий Монахов И все знали ту цену, которую придется заплатить за еще такую далекую свободу народа Вот евангельские слова нет ничего выше, как если кто положит душу свою за други своя Дол своего монашества – это были бояре, то есть это были военные люди И вот теперь он говорит, что не просто надо вот идти опять вернуться к прошлому ремеслу А он их постригает в великую схему, великий монашеский образ И именно в схеме они едут на Куликово поле Сведения о том времени доходят до нас из летописей и сказаний Многое в которых людям 21 века кажется фантазией Нам трудно принять все, что нельзя увидеть или потрогать Но человек того времени воспринимал мир горний как неотъемлемую реальность И только оттолкнувшись от нее выстраивал свою земную жизнь Образ Сергия столетиями вдохновлял русских живописцев Михаил Нестеров считал его лучшим человеком Древней Руси На картинах художника – чудо Сергия среди небросской северной природы Вот явление отраку, допострига, носившему имя Варфоломея Таинственного старца, предсказавшего ему великое будущее Вот искренняя молитва Варфоломея Вот молодой отшельник, который ходит в пустынь И на горе Маковец среди непроходимых лесов Строит маленький деревянный храм живоначальной Троицы Вот у ног монаха мирно прилег дикий медведь Кажется, нет ничего удивительного в том, что со временем В удаленную пустынь стекаются монахи И на Маковской горе возникает монастырь Нет ничего чудесного в том, что, став игуменом монастыря Сергий вводит правила монашеского общежития Общая собственность, совместная молитва Общая трапеза и труд от каждого по способностям Но христианские равенства и братства Совсем не те идеи, что через столетия поднимутся на революционных стягах Кто больше отдаст, тому больше воздастся И последние станут первыми Настоятель монастыря сам становится для своей братья и поваром Портным, мельником, дровосеком и плотником Служит каждому, как раб купленный, по выражению жития Он учит не словами, а примером своей жизни Призывает монахов своим трудом добывать пропитание И не разрешает просить милостыню Даже когда братья остаются без куска хлеба А если приходят дары от бояр и князей То все раздается нищим и странникам Крестьянин, пришедший издалека посмотреть на великого праведника и пророка Слава, которому же шла по всей Руси Застает Сергия в огороде, одетого в штопанную всю заплатах рясу И принимает его за нищего А когда, осознав ошибку, кается Настоятель успокаивает его Не скорби, чадо Ты один обо мне правильно рассудил В монастыре тогда, как выразился современник Все худостно, все нищетно, все сиротинско Но среди тяжелого труда и бедности Сергию и его ученикам открывается другой Совершенно невероятный мир Главный нерв древнерусского государства Вернее, вот этого нового русского государства Это нерв святости А преподобный Сергий и его ученики Именно они Показывали всем этот мир Нерв святости Но что же такое святость? Этот вопрос мы задаем сейчас Так же, как и люди века 14 Святость – самая большая загадка Для человечества Тайна, завесу которой не способен Приоткрыть даже самый изощренный интеллект Древняя духовная традиция, которую исследовал Сергий Называется исихазмом Исихия, или божественное безмолвие Достигается практикой умной молитвы И постоянного трезвения Ежесекундного контроля над всеми своими помыслами Эта школа дала миру больше всего святых Тех, кого церковь называет преподобными То есть подобными самому Христу Епифаний пишет, что преподобного Сергия Невозможно бо есть постигнуть Давая понять, что обычному человеку Не под силу даже представить Мистический опыт святого Древнее житие говорит, что явления Иного мира сопровождали Сергия постоянно Монахи видят, как игумену Сослужат ангелы Как во время литургии в чашу сходит огонь Иногда этот иной мир Является с такой мощью Что даже ученики не в силах вынести его Однажды преподобный Михей Увидел рядом с Сергием свет такой яркости Что, как пишет летописец Душа его едва не разлучилась от тела Красота и правда иного мира Отражаются и в облике самого преподобного Сергия Да так, что их уже невозможно скрыть Даже в удаленной Маковской пустыне Сюда за благословением Начинает стекаться вся Россия От крестьян и нищих странников До бояр и князей Его любовь изливается на всех И согревает огрубевший от войн и распри сердца Рука Сергиева была простерта Якоряка многоводная, тихая струями Уставшая от татарских набегов И главное, от внутренних раздоров Страна ищет совета и умиротворения У ног нищего монаха А эта нищета дороже властей золота Когда митрополит Алексий Передает Сергию свой золотой крест Предлагая возглавить русскую православную церковь Он отвечает От юности я не был златоносцем А в старости тем более желаю Пребывать в нищете И последние станут первыми Этот отказ от русской митрополии Не оставляет у народа сомнения в том Что именно этот монах в штопанной рясе И есть духовный лидер нации А то, что происходит декабрьским вечером Здесь, на месте нынешней Серапионовой палаты Где раньше находилась Келья и Сергия Дает надежду и митрополиту И московскому князю Дмитрию И всей России Мы говорим Преподобный Сергий Благословил Дмитрия Донского На Куликовскую битву Почему же это благословение Имело такое колоссальное значение Да потому что Именно накануне битвы По всей видимости В 1379 году Произошло чудо из чудес Пресвятая Богородица Явилась преподобному Сергию в Яве И этому были свидетели Это событие Давайте его переведем На наш русский язык Небо сошло на землю И вот после этого Русские люди поняли Что их земля действительно избрана Богом И они должны что-то делать И именно благодаря этому Произошла уникальная Куликовская битва Татары были главной Но не единственной угрозой Руси За два с половиной века Татаро-монгольского ига Русские выдержали более 160 войн Из которых 45 сражений с татарами 41 с литовцами 30 с немецкими рыцарями Остальные со шведами, поляками, венграми И волжскими булгарами Но как противостоять внешним врагам Если бесконечные междоусобицы Разрушают страну изнутри Для Руси, поделенной на десятки княжеств Князь Московский Ничем не лучше князя Тверского Или Ростовского Каждый хотел быть первым Сильный все забирал у слабого Единственное, что еще объединяло народ Общая вера Только когда митрополит Петр временно А митрополит Алексий Уже окончательно переносят митрополию Из Владимира в Москву Вся Русь начинает смотреть на Москву Как на религиозный центр Вокруг которого князья ведут Собирание русских земель Выбор двух святых митрополитов Народу кажется не случайным И в это время признанный святым Еще при жизни чудный старец Сергий На земле московской строит Свою Троицкую обитель Для древней Руси считалось непреложным Святой творит не свою волю А волю Бога Троица единосущностная и нераздельная В честь которой была основана Обитель на горе Маковец Становилась символом единства Руси Епифаний Премудрый писал Что Сергий посвятил свой монастырь Именно ей Дабы воззрением на святую Троицу Побеждать страх ненавистной розни Мира сего Переяславль, Ростов, Нижний Новгород, Рязань Сергий пешком исходил всю Русь Он идет примерять князей Ведь спасти страну можно только остановив раздоры и междоусобицы Сергий не обличает, не осуждает Но говорит по выражению летописца словами тихими и кроткими Призывает отказаться от незаконно захваченных водчин И быть в мире со старшим московским князем Происходит нечто почти невозможное Князья, привыкшие воевать за власть, отказываются от нее Воины, которые могли сложить головы в междоусобной борьбе Через несколько лет будут стоять плечом к плечу на Куликовом поле Весть о благословении на битву святого старца Сергия Немедленно разносится по всей русской земле И дает понимание святости битвы В Коломне под московские знамена с дружинами и народным ополчением Из простых граждан и крестьян Собираются удельные князья Суздальский, Костромской, Брянский, Ярославский, Курский, Вологодский, Белозерский, Устюжский, Ростовский Новгородская дружина и православные литовские князья Вот оно Единение под знаком Святой Троицы Ледописец пишет От начала такова сила русская не бывала Большинство историков говорит о численности русского войска в 50-70 тысяч воинов Мамай собрал не только всю силу Волжской Орды Но еще нанял гивинцев, буртасов, ясов и даже европейцев, генуэзскую пехоту И заключил договор с литовским князем Ягаем Численность войска Мамая, по мнению ряда историков, доходила до 9 туменов То есть около 90 тысяч бойцов Мамай не торопится начинать битву Он ждет подхода князя Ягайла Чтобы опередить литовское войско, князь Дмитрий идет навстречу Мамаю И когда услышали во всех городах русских Что пошел князь Великий за Аку То настала в Москве и во всех ее пределах печаль великая И поднялся плач Горький И разнеслись звуки рыданий Матери и жены воинов уже понимали Что тысячи их сыновей и мужей идут на гибель Это знали и сами ратники Как пишет летописец Страх великий и ужас охватил собранных издалека И в этот момент приходит послание от Сергия Радонежского Великому князю и всему войску Без всякого сомнения, с дерзновением Иди противу свирепству их Никак не ужасатися Всяко поможет тебе Бог После военного совета русские войска переходят в Дон Тем самым отрезая себе все пути к отступлению День битвы выбрали русские князья 8 сентября 1380 года В праздник Рождества Пресвятой Богородицы Они надеются на ее покровительство Автор сказания о Мамаевом побоище Так передает слова великого князя перед битвой Отцы и братья, Господа ради Подвязайтесь из святых церквей и веры христианские Сия смерть нам ныне не есть смерть, но живот вечный Дитва началась поединком Пересвета С лучшим воином всей Орды Челубеев По преданию Пересвет выехал на бой в схиме без доспеха Копье татарского всадника насквозь прошло сквозь тело монаха Но Пересвет усидел и выбил из седла закованного в латы ордынского богатыря Эта первая победа предрешила исход битвы И сошлись полки, как сильные тучи И заблистало оружие, как молния в дождливый день Кровь текла по долинам и с водою дона реки смешалась И был треск и гром великий от преломленных копий и от ударов мечей В один только час, в мановение ока, сколько тысяч погибло Эпифаний пишет, что в продолжении всей битвы Сергий с братьями молился о русских воинах Он за сотни верст, духовным зрением видел все, что совершается на берегах дона Называл имена погибших и говорил братьям о ходе боя Речка Непрядва Князь Дмитрий, надевший доспехи простого ратника Засадный полк и бегство Мамая Куликовская битва вошла во все учебники российской истории Потери обеих сторон были огромными Погибло более половины русского войска В сражении пали 12 князей, 483 боярина Восемь дней стояли на костях Хоронили убитых русских ярдынцев День памяти воинам, павшим в Куликовской битве До сих пор отмечается церковью, как родительская суббота Но эта победа изменила ход российской истории С Куликова поля возвращался уже единый русский народ Великий старец ушел из жизни в 1392 году Через 12 лет после Куликовской битвы Столетие после смерти Сергия Радонежского Для России стало временем русского ренессанса Когда создавались духовные и культурные основы Руси Это время многие историки так и назовут Столетием Сергия Еще при жизни преподобного Его ученики шли в самые глухие углы русской земли И там основывали новые обители Которые очень скоро, по примеру Троицкого монастыря Становились духовными и культурными центрами Только самим Сергием и его учениками Было основано 40 монастырей А ученики учеников продолжили традицию Нести культуру и нравственный завет Сергия В самые удаленные земли Ни один подвижник не имел столько учеников Которые дали бы тоже такие уникальнейшие плоды Вот новый нерв святости уже задали преподобный Сергий и его ученики И это видели все Это было очевидно всем Достаточно было прийти в какую-то уже самую дальнюю область В самую дальнюю глухомань И вдруг увидеть небольшую деревянную церковь Увидеть отшельника и понять, что Святая Русь уже здесь Куликовское поколение людей С 40-х лет 14 века И примерно по 40-е годы 15 века Основало около полуторы сотни монастырей И вот это явление Основание монастырей Люди идут в монастыри Люди тянутся к особому духовному подвигу В 1422 году По указанию преподобного Никона Ближайшего ученика Сергия Радонежского На месте деревянного храма строится Троицкий собор И здесь Андрей Рублев пишет свою прославленную Троицу Эта икона разительно отличалась от византийского прототипа И всех других более ранних изображений Из бытовой сцены угощения трех ангелов Авраамом и Сарой Исчезло все сиюминутное, бытовое Художник приоткрыл дверь в вечность Ученик ученика Сергия Рублев Пишет эту икону в похвалу Сергию Выражая тот духовный первообраз Который был воспринят его великим учителем Единство композиции символизировало Единосущность и нераздельность Троицы В этом творении русские люди увидели Призыв Сергия к объединению Руси Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры Мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу Троицкий собор и Рублевская Троица Выразили духовную сущность русского народа Павел Флоренский Троица, отразившись в бесчисленных храмах и иконах, становится символом Руси А все, что связано с именем Сергия, становится знаковым для России С этого момента, преодолев культурную зависимость от Византии, Россия осознает свою историческую задачу Время становления Московской Руси Совпадает с одной из величайших культурных катастроф Падением Византии Две даты прочно отпечатались в сознании русских 1439 год Флорентийская уния Согласно которой Константинополь В надежде получить помощь для защиты от османов Признавал власть папы и католические догматы 1453 год Падение Византии Самого могущественного христианского государства Связь этих событий на Руси кажется безусловной Бог покарал греков за предательство истинной веры Но вопрос выбора пути Остро стоял и перед Россией В 15 веке русская церковь оказалась в духовном плане на перепутье Эту унию подписал и был активным сторонником унии митрополит Исидор, митрополит Киевский, который по прибытии в 1437 году направился в Италию и явился активным поборником унии Для России Византия это духовная родина, опора православия Но как быть если веру предает учитель? Как быть если митрополит всея православной Руси обернулся кардиналом-католиком? Не в силах ответить на этот вопрос, часть русских представителей покинула этот собор всех западных и восточных церквей Когда несколько человек затем приезжало с этого униатского собора, то им явился старец, который назвал себя Сергеем Маковским И вот его явление, оно несомненно, что ли определило пути и отношение церкви к тому событию И на этом перепутье Сергий Радонежский, строитель обители на Маковской горе, призвал русских послов не соглашаться на унию А поддержать Марка Ефесского, единственного митрополита, не подчинившегося римскому папе и сохранившему верность православию Русская церковь активно, резко не приняла эту унию и не приняла униата, кардинала, митрополита Исидора Второй Рим Константиновград захвачен турками В соответствии со многими пророчествами все ждали конца света Но еще есть Россия, единственное на тот момент православное государство Возникает идея преемственности, к Москве переходит роль наследницы Рима и Константинополя И пока Москва, новый или третий Рим существует и остается верной православию, Господь не допустит гибели мира На самом деле, Русь создавалась как новый духовный центр Она создавалась как новая православная империя И есть классическая евангельская максима Кому много дано, с того много и спросится В 1598 году, со смертью бездетного царя Федора Иоаннача Пресеклась царская династия Рюриковичей За семь лет до этого загадочно погибает законный наследник престола, царевич Дмитрий Избран новый царь, бывший опричник, боярин Борис Годунов Народ в смущении, ведь царь на Руси – это божий помазание Как же он может быть выборным? На третий год правления Годунова на Руси случился голод, который историки назовут великим Три года подряд летние морозы и дожди истребляли крестьянские посевы Летописец писал, что люди ели лебеду, липовую кору, псину и мертвичину Начались эпидемии чумы и холеры За эти годы вымерла треть царства московского Народ пытался ответить на вопрос За что все эти несчастья обрушились на Россию? Может быть царь в стране незаконный И потому посылает Господь на российский народ эти кары? С этого момента события закрутились в бешеной песке В 1603 году в Польше объявляется самозванец Называвший себя чудом спасшимся царевичем Дмитрием Слух доходит до России Многие ему верят, надеясь, что законный царь отведет несчастье от страны А бояре в Москве мечтают с его помощью сбросить выскочку годуного строна А там, если Бог даст, занять его место В Польше самозванца снабжают деньгами Собирают войско для возвращения ему законного престола Он взамен сулит шляхтичам русские земли и огромные деньги А после тайного принятия католичества Дает обещание папе римскому через унию Привезти под его власть русскую православную церковь Русские города один за другим сдаются и присягают Лжедмитрию Царь Борис пытается его остановить Но неожиданно умирает Москва присягает его детям Федору, Ксении и царице Марии Григорьевне А через два месяца столица, забыв клятвы Присягнет новому царю Сын и вдова Бориса Годунова растерзаны на глазах у царевны Ксении 20 июня 1605 года Под праздничный звон колоколов и приветственные крики толпы Лжедмитрий с польским войском триумфально вошел в Москву В Кремле его встречали народ и духовенство с образами и хоругвями Только первопатриарх Иов отказывается признать самозванца В Успенском соборе Кремля у иконы Владимирской Богоматери он произносит слова «Ныне вижу торжество обмана и ереси! Мать и Божия, спаси православие!» Толпа срывает с него святительские одежды и вытаскивает на Красную площадь По площади, таская, позориша многими позорами Поляки и наемники из Европы стали хозяйничать в Москве, как в своей очереди Началось разорение российского государства, сопоставимое только с нашествием Батыля Это было время интервенции не только в военном, в политическом отношении, но и в конфессиональном отношении Это было время натиска иезуитов, когда уже эти иезуиты в Москве совершают католические богослужения Ничего исторически до этого времени не было Во время венчания царя с католичкой Мариной Менишек в Успенском соборе Кремля звучит латинский язык, считавшийся у русских поганым Поляки и литовцы, которых привел с собой законный царь, ко всему святому на Руси относятся с презрением Заходят в шапках в храмы и даже заводят туда собак Да и как тут сохраниться правой вере, если сам царь, окружив себя иностранцами, забыл все русские обычаи? Народ снова ждет конца миру Снова логическая цепочка Если погибнет последнее православное царство, погибнет правая вера И тогда уже близок приход Антихриста Или он уже пришел Всех обманул, обольстил и вот уже сидит на московском троне Но недолго длится его царство Через 11 месяцев после триумфальной встречи в Москве вспыхнет бунт и Лжедмитрий будет убит Самозванец осмелился присвоить себе царство, самое могущественное в мире христианском Но этот Третий Рим, богоизбранная страна, новый Израиль, скоро будет почти до основания разрушен А истинный народ христианский, казалось, теряет человеческий облик Над телом Лжедмитрия, которому совсем недавно клялись в верности, москвичи будут глумиться не один Привязав веревкой за шею, его поволокут на торг, на Красную площадь Он будет лежать голый в грязи, потом на прилавке для обозрения Бояре возводят на трон Василия Шуйского, стоявшего в центре всей русской смуты В целях успокоения и примирения народа, новый русский патриарх Гермоген и больной, ослепший Иов Совершат акт прощения всех православных христиан за измены и клятвы преступления Но карусель смута остановить было уже невозможно И давайте вспомним классическую русскую пословицу Назвался «Груздин, полезай в кузов» Русь – это Третий Рим, это Святая Русь И вот Господь проверил Русь? Святая? Ну давайте посмотрим, кто вы такие на самом деле Третий Рим? Давайте посмотрим Многие люди не выдержали испытания Диак Иван Тимофеев пишет о том времени Согрешили все от головы до ног, от великих до малых От святителя и царя, от иноков и святых, от младенца до старца Не чужие нашей земли разорители, а мы сами ее погубители В 1608 году в Польше нашелся новый самозванец, прозванный Тушинским вором Снова чудесно спасшийся Дмитрий Снова поддержка польской шляхты Снова обещание окатоличить Русь И снова армия самозванца победно идет по России Подойдя к Москве, лжедмитрий II становится лагерем в деревне Тушино Его армия состояла из пестрого сброда Поляки, литовцы, казаки, татары, немецкие и венгерские наемники Русские дворяне, которые бегали из одного стана в другой И предавали одного правителя за другим Не только бояре, многие служители церкви ринулись в измены Клеветой и подкупом все хотели добиться милости тушинского вора Только одно место на Руси не было затронуто борьбой за деньги и власть Его авторитет не пошатнулся даже в эти смутные дни Ведь все понимали, что духовный центр вот этого государства Это Троицев Сергиев монастырь И все понимали, что если его взять, все, больше это государство собрать будет невозможно В осени 1608 года под властью тушинцев фактически оказалось все верхнее и среднее Поволжье И многие местности на севере и в центре России Границы государства Московского ужались до стен Кремля Там еще сидит царь, который не заслужил ни уважения, ни поддержки народа Не только своим авторитетом мешала тушинцам Троицкая обитель Это единственная каменная крепость от Москвы до Ярославля Кроме того, привыкших к разбою поляков и казаков Привлекала казна монастыря, вклады царей, бояр и драгоценные оклады икон Если был бы взят Троицев Сергиев монастырь Москва была бы полностью блокирована со стороны Востока и Северо-Востока А именно оттуда прибывала основная помощь, прежде всего съестные припасы Москва была бы полностью блокирована И долго сопротивляться войскам Лжедмитрия II просто-напросто не смогла Конечно же, они также понимали, какое уникальнейшее духовное значение Имеет для всех московитов Троицев Сергиев монастырь Если его взять, все разрушится, победа будет полной Время общественных бедствий есть его время Когда все уже кажется гибнущим, тогда воздвигается Сергиев В 23 день сентября пришли под Троицкий Сергиев монастырь Литовский гетман Петр Сапега и пан Александр Лисовский С польскими и литовскими людьми и с русскими изменниками От команды Лисовского непобедимая и легендарная легкая кавалерия Речи Посполитой Лисовчики Славившиеся храбростью и жестокостью, они неоднократно разбивали На много превосходящие силы противника Ими взяты Суздаль, Ростов, Кинишма А под командованием Сапеги гордость шляхты Тяжелая кавалерия, крылатые гусары А также немецкие пехотинцы, полевая артиллерия и русские дворяне Ставшие на сторону Тушинского вора 15-тысячному профессиональному войску нападавших Противостояло не более 2,5 тысяч защитников крепости Среди них был лишь небольшой отряд из дворян и стрельцов Под руководством воевод Григория Рощи Долгорукова и Алексея Голохвастова А также троицкие монахи и крестьяне окрестных сел Польско-литовско-русское войско подошло к стенам монастыря Первое, что они сделали, попытались, так сказать, проверить боеспособность защитников крепости Была предпринята такая видимость, может быть, атаки на монастыре Но когда они получили достойный отпор, то есть стреляли пушки Пищали, значит, стреляли из луков И они тогда поняли, что крепость довольно хорошо вооружена Значит, так просто ее не захватишь Прислали, ну, может быть, вдруг согласятся письмо с предложением признать Жен Дмитрия II истинным царем, сыном Ивана Грозного И открыть ворота для Лисовской Сапеги В своем послании Сапега требовал сдать крепость, взамен обещая жизнь Покоритесь о царю Дмитрию, а нам град отворите без всякие крови А щели не покоритесь, и града не сдадите И мы за раз, взяв замок ваш, и вас без законников всех порубаем В это время уже десятки городов добровольно перешли на сторону лжедмитрия II Но когда все решали, к какому царю выгоднее переметнуться К Тушинскому или Московскому Троицкие защитники думали лишь о том, как не предать мощи великого чудотворца На поругание иноземцу В обители Сергия они видели последний оплот стояния за веру Против сил тьмы, заполонивших Россию Архимандрит Иоасав так отвечал на ультиматум Доведает ваше темное державство, гордые начальники Сапега и Лисовский Что и десяти лет христианские отроки в Троицком Сергиеве монастыре Посмеются вашему безумству и совету Напрасно прельщаете Христово стадо православных христиан Какая польза человеку возлюбить тьму больше света, а ложь больше истины Как же нам оставить вечную истинную православную веру И покориться законам еретическим и вам, латыни иноземной Не прельстите нас и всеми богатствами мира Копии этого послания в виде грамот широко распространяются по стране А оборона монастыря становится символом стояния за всю Русь Осада началась в канун памяти преподобного Сергия 25 сентября И на праздник собралось много людей из окрестных деревень И поэтому, собравшись на праздник, они оказались осажденными здесь В обители преподобного Сергия Богомольцы, крестьяне из окрестных сел, женщины, старики, дети Искали убежище под защитой монастырских стен Авраами Палицын, который был келарем Троицкого монастыря, пишет в своем сказании Теснота была страшная, но иноки говорили, святой Сергий не отвергает злосчастных Многие же человеки и скоты без покрова остались А время уже к зиме приближалось Жены детей рожали пред всеми человеки И никому со срамотой своей негде было скрытися На праздник памяти преподобного Сергия у его гроба Все защитники обители дали присягу крепко сидеть в осаде без измены По указанию игумена с этого момента ни на минуту не прерывалась молитва у гроба святого Сергия Затем воеводы и соборные старцы с архимандритом и уасафом Разделили стены и башни на участки, чтобы каждый знал и охранял свою сторону и место Приказали расставить пушки по башням и в бойницах И назначили, кому быть в резерве и на вылазках Каждый участок стены был расписан за конкретным отрядом Была, видимо, налажена система дежурств установлена Рисовские Сапега тогда решили перейти к осаде Стали устраивать лагеря с тем, чтобы с одной стороны не только осадить монастырь Но отрезать его во всех вот этих дорог, в первую очередь ведущих со стороны Москвы С тем, чтобы оттуда не подошла помощь Поэтому не случайно Сапега устроил свой лагерь на поле к юго-западу от монастыря И с него очень хорошо все видно Во-первых, она стоит фактически на Дмитровской дороге Рядом Переславская дорога Плюс отсюда очень хороший вид на сам монастырь А Лисовский поставил свой лагерь в том направлении С тем, чтобы перекрыть дороги, ведущие в Александрово и Юрьевпольской Перекрыв все дороги заставами, на высотах с запада и юга Установили 9 артиллерийских батарей из 63 орудий Когда строилась лавра, никто не предполагал Что этому монастырю придется выдержать полуторагодовую осаду Никто Поэтому, когда говорят, что этот монастырь был первоклассной крепость Это не совсем так Каменные стены Троицкого монастыря, построенные в 1540-1550 годах Для защиты от набегов татар были ниже современных на 2 метра Сами поляки говорили, что монастырь не крепок и низкостенен И надеялись его взять быстро Месяца октября в третий день Начали бить по монастырю изо всех орудий И били раскаленными железными ядрами 6 недель без пристанка Но этот 6-недельный обстрел не принес существенных результатов Башни тряслись, но не падали А если сыпались кирпичи и появлялись отверстия, их немедленно заделывали Монастырь стоит уже на самом склоне, даже частично спускается в речную долину А все холмы вокруг, они гораздо выше И поэтому с этих небольших пушек очень легко можно было простреливать внутреннее пространство монастыря Но представляете, насколько это было психологически тяжело ждать, когда вот влетит ядро Ожидая приступа, защитники исповедались и причастились Многие приняли постриг, желая умереть в иноческом сане Сапега тоже готовился к решительному удару А октября в 13-й день Сапега устроил пир великий для всего войска своего Весь день бесились они, играя и стреляя К вечеру же начали скакать на конях своих многие люди со знаменами около монастыря А в первом часу ночи множество пеших людей, литовцев и русских изменников Устремилось к монастырю со всех сторон с лестницами, со щитами И заиграв во многие трубы, они начали приступ На у стенах встречал огонь монастырских пушек и обстрел из пещали и луков Те, кто пробивался к стенам, поражали сверху Используя для этого камни и кирпичи, кипящую смолу и кипяток, известь и серу Когда они подходили ближе к стенам, то вот с таких бойниц начинали стрелять из пушек Вдоль земли летели ядра, здесь ставились настилы, вылезали на настилы Готовились сбрасывать уже бревна, камни, лить смолу И наверху, выше, где вот эти вертикальные бойницы между зубцами Там уже готовились к стрельбе лучники Во время штурма игумен в Троицком храме со слезами молит Бога и причистую его матерь И призывает помощь великих чудотворцев Сергия и Никона о помощи и укреплении на враги Первый штурм был отбит Понимая, что нужно ждать новых нападений, защитники монастыря решают применить тактику активной обороны Почти каждый день троицкие сидельцы совершают дерзкие вылазки Несмотря на численный перевес тушинского войска, большинство стычек заканчивается победой троицких ротин Они разгромили несколько застав сопежинцев и даже ранили Лисовского Постоянная молитва к преподобному Сергию Она особенно созывала сюда, в стену Троицкого собора, братьев во время бедствий с одной стороны И с другой стороны после осуществления удачных вылазок против осаждавших интервентов Об этих неожиданных нападениях в своем дневнике пишет Марина Мнишек Вылазку Москва, как всегда, бесчестно и учинила Под стены наших всадников, подпустив на расстояние выстрела И имела намеченную цель на ровном месте Выезжали мы на дело охотно, но от выездов очень мало пользы было Ибо они вероломно сразу в окопы удирали, откуда из мушкетов наносили урон нашим Однако все понимают, что при таком численном превосходстве противника У осажденных с ограниченными запасами пороха и продовольствия мало шансов выставить Решено отправить гонцов за помощью в Москву Но они схвачены И кажется, что помощи уже ждать неоткуда Но она приходит от самого основателя обители 23 октября Пономарю и Ринарху являются во сне преподобный Сергий И указывает место нового приступа врагов Скажи, брат воеводам и ратным людям, что к пивному двору будет сильный приступ Скажи, чтобы они не ослабевали и с надеждой держали оборону Так и случилось С воскресенья на понедельник в третьем часу ночи Загремели пушки И многочисленное литовское воинство, громко крича Устремилось к монастырским стенам со всех сторон Против же пивного двора положили множество хвороста, соломы и смолы И зажгли остров Сбежались русские люди Огонь у пивного двора погасили и много побили неприятелей Очевидцами Троицкого сидения является не только сам древнейший собор Московской Руси Троицкий собор и Успенский собор Также это духовской храм Это так называемый храм под колоколы Здесь на звоннице духовской церкви располагался постоянный дозор Следивший за передвижением противника В случае опасности звонили висевшие здесь колокола Один из которых так и назывался «всполошным» Колокольный звон, конечно же, являл особое организующее начало Способ противостояния вражеским интервентам Все успешные вылазки сопровожали не только молебным пением у раки мощей преподобного Сергия Но и торжественным колокольным звоном И это очень, ну что ли, сердило и огорчало интервентов Эти колокола звонили и 26 октября Когда после удачной вылазки в плен был захвачен ротмистер Брушевский Пан на допросе показал, что ведется под монастырь подкоп Но под какое место ведут подкопы, сказал, что не ведает Литовский отряд, осаждавший монастырь Решили уже буквально через две недели после начала осады Сделать подкоп под стены Взорвать стены, уже через пролом ворваться в крепость Вот когда стены разрушались Здесь противник, особенно если опытный Он легко очень мог тогда захватить любую крепость Троицкие сидельцы в любой момент ожидают взрыва Решившись стоять до конца, осажденные уже готовятся к смерти Но в этот критический для защитников момент Как пишет Авраам и Палицын Архимандриту Иоасафу в тонцем сне явился преподобный Сергий Он сказал, бдите и молитесь Всесильный Господь по множеству щедрот своих еще милует вас Когда мы говорим о чудесах во время осады Они были постоянны То есть каждый раз сожденные знали В какой день будет проводиться очередной штурм Защитники понимали, что с ними находится сам преподобный Сергий Поэтому количество явлений, оно огромное Можно сказать, что сама осада Это непрестанное ощущение, что преподобный Сергий находится рядом Он просто один из нас Преподобного Сергия видели не только осажденные, но и осаждавшие Они видели его Они видели его на стенах монастыря Они понимали, что перед ними не та крепость земная Которую можно с помощью каких-то усилий взять Они понимали, если ее защищают святые люди Которые умерли Как это можно взять? Не случайно была такая большая текучка из войска Лисовского? Авраамий Палицын пишет Следующей ночью пришел в монастырь выходец из лагеря Лисовского казак Иван Рязанец И поведал о явлениях Сергия с другой стороны монастырских стен В прошлую ночь многие атаманы и казаки видели собственными глазами двух старцев Которые обходили монастырь у его стен И исходило от них сияние, как на иконах Сергия и Никона Радонежских Наши же окаянные казаки и литовские люди По ним стреляли из луков и самопалов А от них стрелы и пули отскакивали И многих поразили Донской атаман Степан Епифанец сказал Это знамение Сергия, чудотворца Он и 500 его казаков устыдились воевать святую обитель И бежали из лагеря Тем же днем взяли в плен раненого дедиловского казака Который точно показал все места подкопов Поэтому было очень удобное место вести подкоп Здесь довольно крутой берег Кончуры В основном песчаная почва Ее было легче копать Здесь стояла мельница, она была захвачена С другой стороны здесь был небольшой монастырь Он тоже был захвачен Здесь территория была недоступна для защитников Подкоп проходил примерно так Где у нас сделан подземный переход под проспектом Примерно по той же линии Велся он к этой угловой пятницкой башне Это была настолько серьезная угроза Что с ней решили не тянуть И предприняли, ну скажем так, в условиях осады Чрезвычайные меры Значит, 19, 20, 21 ноября на наш стиль Здесь было совершено три больших вылазки Почти все силы были брошены на что? Первое, значит, отогнать противника Вот с этого пространства С тем, чтобы он не мешал И попробовать или взорвать Или перекопать под ком В самый трудный момент Защитники с особой силой Обращаются за высшей помощью 8 ноября, в день архистратига Михаила Который считается повелителем небесного воинства При подходе к Троицкому собору Старцу Корнилию оторвало ядром правую ногу по колено Умирая, он сказал архимандриту Господь Бог архистратигам своим Михаилом Отомстит кровь православных христиан Тот же день, во время вечерней молитвы В Троицком соборе В большой колокол ударило ядро И отскочив, рикошетом влетело в окно алтаря Пробив икону архангела Михаила И в той же час иное ядро Поразило железной двери У церкви живоначальная Троица И пробило деку образа Великого чудотворца Николы Народ пришел в ужас Со слезами ожидая возможных бедствий И вот как сейчас, так и тогда Здесь возносились усиленные молитвы Преподобному Сергию Под канонаду вражеской артиллерии Вечным следом, который остался В архитектуре Троицкого собора Это то отверстие Которое пробило вражеское ядро Ядро ударилось в северную стену В то время там находилась Икона святителя Николая След от ядра, заделанный Деревянным квадратиком Остался до наших дней Во время той же службы Архимандриту явился архангел Михаил С сияющим лицом и скипетром в руках Указав в сторону врагов, он сказал Вскоре всесильный бог воздаст отмщение В тот же вечер явился преподобный Сергий Которого видел не только архимандрит Но и старцы Геннадий, Гурий, Киприан С некоторыми мирянами Слова святого вселяли надежду Не скорби, молится Богу об обители Святая Пречистая Богородица Ободренные защитники обители за три часа до рассвета Вышли ночью в трех разных отрядах Когда подали знак осадные колокола Все разом, выкрикивая, как боевой клич Сергиева имя, напали на тушицы Отряд, вышедший из сушильной башни Привел неприятеля в смятение Опрокинул его и гнал по восточной и южной стороне монастыря Другой отряд напал на литовцев с казаками в Нижнем монастыре А старец Нифонд с отрядом гнал тушинцев до Красной горы Беспощадно их побивая Они вели сражение по очень широкому фронту Но в первую очередь вот здесь Отгоняя противника Пытаясь прорваться, возможно, к лагерю Лисовска С тем, чтобы его поджечь И в это же время, согласно донесениям воеводы Они просто вот снаружи, так сказать, раскапывали подкоп С тем, чтобы полностью открыть Обнаружив главную опасность, подкоп с уже приготовленным порохом И перебив охрану, в подземный ход проникли крестьяне Никон Шилов и Петр Слота Они взорвали подкоп, но сами погибли На утро радостный звон колоколов возвещал победу После рассвета все войско вышло посмотреть на трупы литовцев и русских изменников Насчитали побитых литвы и изменников до 1500 А пленники и перебежчики сказывали, что раненых было 500 человек У защитников павших было 174 человека и 66 тяжелораненых Весть об этой победе быстро разнеслась по всей России Но Лисовские с Сапегой и не думают снимать осаду Усилив дозоры, они решают взять монастырь из мора С наступлением зимы в монастырь пришла новая напасть Начался мор среди людей Болезнь эту называют цингой Она бывает из-за тесноты, скудной пищи и особенно из-за плохой воды Сперва по 20 и по 30, а потом по 50 и по 100 человек умирали в один день И умножалась смерть в людях, и друг от друга, от запаха умирали Мертвых складывали в Успенском соборе, но не успевали копать могилы В одну яму погребали по 20 и по 40 человек и больше Болезнь косила всех без разбора Но троицкие сидельцы, чувствуя близость смерти, предпочитали умереть от ран во время боя Защитники монастыря нападают на польский обоз с продовольствием, захватывая языков Особенно дорого обходились вылазки в лес за дровами Каждую из которых приходилось оплачивать жизнями павших товарищей Силы защитников тают, и они шлют в Москву гонцов с просьбой о помощи Из троицы Сергиевой обители, люди, которые находились здесь в осаде Они могли писать письма, и гонцы пытались их доставлять И вот парадокс заключается в том, что если какой-то гонец был перехвачен, схвачен Конечно же его пытали и прочее Но теперь письма, которые не дошли в свое время до адресатов Которые осели в польских архивах, они дошли до истории Сохранилось и письмо в Москву от царевны Ксении Годуновой К этому времени монахини Ольги, укрывшейся в осажденном монастыре Я у живоначальной троицы в осаде С часу на час ожидаем смерти У нас в осаде шаткость и измена великая На всякий день хоронят мертвых человек по двадцати и по тридцати и больше А кто еще ходят, и те собой не владеют, все обезножили Царь на просьбу троицких сидельцев ничего не ответил Ведь и у стен Кремля стоят враги И тогда патриарх Гермоген со всем священным собором молил царя, говоря ему Если будет взята обитель преподобного, то и вся страна российская до самого океана моря погибнет К лету, когда болезнь отступила, в монастыре оставалось около двухсот человек, способных держать оружие В это время к полякам на подмогу со своим полком тяжелой кавалерии пришел пан Сборовский Полковник смеялся над Сапегой и Лисовским, которые за год не смогли взять Лукошко с воронами-черницами И решил показать, как нужно воевать 12 тысяч бравых тушенцев, запугавших пол России, против двух сотен полуживых троицких сидельцев Защитники понимали, что их могло спасти только чудо Ночной приступ начался сразу с нескольких направлений И тогда, как пишет Авраами Палицем, защитником троицы, которые не чаяли дожить до рассвета, снова является преподобный Сергий Казалось, никакой надежды на положительный исход просто-напросто не было Силы осаждавших уже просто на порядок превосходили возможности людей, которых защищали монастырь Большинство защитников монастыря были либо ранены, либо просто истощены голодом И вот решающий штурм И что происходит? Как будто сам Господь поражает наступающие ряды Во время приступа произошло непредвиденное Они начинают подавать неправильные сигналы И в результате разные отряды, которые нападали на монастырь Вместо того, чтобы объединить свои усилия в решающем штурме Они вдруг начинают сражаться друг с другом Немецкие наемники, услышав за спиной крики русских тушенцев Посчитали, что это вылазка осажденных и вступили с ними в город В другом месте поляки, увидев заходящий с фланга отряд казаков Также открыли огонь по своим Бой шел всю ночь А когда взошло солнце, и защитники, и осаждавшие поразились Увидев под стенами монастыря сотни убитых наемников и русских предателей Конечно, все были уверены, это помощь преподобного Сергия И эта помощь была настолько явной, что никто, наверное, даже не смог дерзнуть сказать Что какой здесь преподобный Сергий Всем было очевидно, это уникальнейшая победа Летние бои у Троицы позволили оттянуть на себя часть сил тушенцев И в этот период правительственные войска под руководством Михаила Скопиношуйского Одержали ряд важных побед 19 октября Скопиношуйский прислал в Лавру 900 воинов А затем еще 500 ратных людей 12 января 1610 года Сапега и Лисовский никем не гонимы, но десницую божию сняли осаду Троицкой обители После 16 месяцев осады все окрестности Лавры были усеяны мертвыми телами Один инок вспоминал, что только он со своим братом похоронил свыше трех тысяч мертвецов Множество коллег валялось по дорогам, писал другой очевидец У иных были вырезанные полосы кожи на спине У других отсечены руки и ноги У кого были следы обжогов на теле У иных вырваны на голове волосы Вот она, святая Великая Русь Вот во что она превратилась Есть ли такой врач, который еще сможет ее вылечить? В это страшное время, как и во времена Сергия Любовь и милосердие идут от стен Троицы Новый игумен монастыря Архимандрит Дионисий Посылает подбирать раненых по окрестностям Как в последний оплот спасения В Троицкую обитель собираются толпы ногих, босых, голодных, больных и измученных людей Дионисий всех приказывает кормить, поить, лечить Давать им одежду и обувь Строить больницы и странно приимные дома По завету основателей обители Призывает братью отдавать нищим и больным все до последнего От осады большой Бог избавил нас Озоленность и скупость может хуже еще смирить Мы обещали в иночестве не жить, а умереть Все отдадим раненым людям На помощь больным и нищим Игумен отдал всю монастырскую казну С освобождением Троицкой обители, кажется, пришла надежда Но уже скоро в Москве новая череда предательств Царь Василий Шуйский свергнут и насильно пострижен в монахи Семь бояр разделили между собой власть А вскоре они предлагают российский трон юному польскому королевичу Владиславу Но затем присягают уже его отцу Королю Речи Посполитой Сигизмунду Третьему В сентябре 1610-го бояре добровольно творили ворота Кремля Впустив польско-литовское войско Это кульминация всей череды измен Предано все Теперь даже нищие на паперте у Василия Блаженного понимают Король-католик – это окончательная гибель православия и гибель всей Руси Летописцы пишут Рухнуло государство российское Из всей московской знати только патриарх Гермоген призывает русских людей сплотиться против интервентов Чада мои, бедствий подобных нашим нигде не было Ни в каких книгах не найдете вы подобного Все, немешкая, собираетесь со всеми городами идти вооруженными ополчениями к Москве на польских и литовских людей Благодаря его призывам начинает собираться первое ополчение Но самого патриарха за такие письма бояре заточат в чудовом монастыре и заморят голодом Снова, как и во времена Сергия, отечество более терзали свои, нежели иноземцы Писал Авраамий Палецов Казаки и русские изменники далеко опередили поляков в жестокости Сами ляхи содрогались и говорили Что же нам будет от россиян, коли они друг друга губят с такой лютостью? Казалось, вся русская земля обезумела Люди и звери обменялись жилищами В домах жили волки и лисицы, а люди забирались в звериные норы Но не было ни леса, ни пещеры, где можно было укрыться православным Как за дичью охотники с гончими псами гонялись за человеками В это время, как и два столетия назад, из Троицкого монастыря исходит призыв объединиться всей Руси И когда из Москвы шли в города и уезды грамоты с призывами присягнуть польскому царю В монастыре Дионисий вместе с Авраамием Палицыным призывали весь народ идти на выручку Москве Сотни грамот переписывались и отправлялись с гонцами по всем российским городам Видите, все разорено, поругано Нет пощады ни старцам, ни младенцам Бога ради пусть весь народ положит подвиг страдания Поспешайте без малейшего замедления к Москве Отложите все ссоры до времени, чтобы нам всем вместе положить свой подвиг И пострадать для избавления христианской православной веры Всегда хочется задать вопрос, а когда, например, нам было хуже всего в нашей отечественной истории? Чтобы понять, в какую пропасть, в какую бездну упало русское государство Мой ответ – август 1611 года Описываю ситуацию Весь север оккупирован шведами Смоленск, который осаждали больше года, взяли поляки В Москве находится польский гарнизон Первое ополчение перегрызлось друг с другом По всей Руси полно всевозможных банд Все, распалась связь времен Государства как такового вообще нет Вообще Снова и снова люди задают себе вопрос В чем же причина всех страшных бедствий? Авраамий Палецин писал Как могло случиться, что царственный град Москва, названный Новым Римом В один час он пал огнем и мечом погубленный? Так и великий Константиновград не из-за беззакония ли и неправды пленен был? Сбылось слово премудрого Соломона Злодеяние и беззаконие опрокинет престолы сильных Вот он главный вывод смутного времени Власть безнравственных устоев погибнет сама и погубит весь народ И снова в самый трудный момент приходит Сергий Но не к боярам и не к князьям Он является простому нижегородскому купцу Кузьме Минину Ну вот представьте себе, живет человек, он занимается какой-то своей деятельностью И вдруг ему раз во сне является преподобный Сергий Другой раз является третий Повелевает, что нужно собирать народ, нужно отстаивать Россию Практичный купец, не склонный к религиозной экзальтации Все воспринимает как обычный сон Ведь он не князь, не полководец Как же он может спасти Россию? Кто он такой? Он говядарь Он торгует крупными оптовыми партиями мяса Ну почему? Кто будет слушать человека в стране, которая раздираема громадными противоречиями? Стране, которая не держит присяги, которая предает всех направо и налево? Но Сергий ему является второй раз, третий Он уже не просит, он приказывает Минину идти спасать Россию На третий раз Кузьма проснулся больным и просил прощения у Сергия за свое неверие Он рассказал посадским старостам о явлении Сергия, о его словах «разбуди спящих» Почему вдруг люди ему поверили? Большинство людей оно видело, каким стал Кузьма Минин после того, как ему явился преподобный Сергий Они прекрасно осознали, что это произошло Это произошло! Минин стал другим! Вот вчера вокруг этого человека не могло произойти ничего А сегодня вокруг него стало образовываться новое ополчение И последние станут первыми Простой купец Минин и воевода Пожарский, происходивший из захудалого княжеского рода Становятся во главе движения объединившего всю страну Про них обоих говорили, главное их качество – честность Эти люди не запятнали себя ни обманами, ни предательствами Призыв Минина с такой силой звучит у стен Нижегородского Кремля Что отзывается в каждом российском сердце Великая зависть и безумие произошли у всех государственных мужей Ради своей мелкой и скверной выгоды они отдают народ в вечное рабство полякам А от них мы не только имение, но и жизни скоро многие лишимся Если мы хотим помочь московскому государству, то не пожалеем имущества своего Да не только имущество, дворы свои будем продавать и жены детей закладывать Лучше со всей моей семьей в крайней бедности умереть, нежели видеть отечество во власти врагов и поругании Страна, в которой за время смуты каждый привык думать только о своей выгоде Неожиданно откликается на призыв отдать все ради спасения родной земли Минин первым жертвует все свое имущество на поддержку ополчения Его примеру следуют тысячи других горожан Сие было подобно чуду, пишет летописец Под знамена ополчения стекается вся российская земля Здесь калмыки и татары, мари и башкиры, мордва и удмурты Они идут на Москву Последняя остановка у стен Троицкого монастыря Архимандрит Дионисий с братья и благословляя Крапили каждого ополченца святой водою со словами «С тобой Бог и великий чудотворец Сергий на помощь» В битве за Москву многие из ополченцев сложили головы Но войско литовского гетмана Хаткевича было разбито И польский гарнизон в Кремле капитулировал Эта победа и избрание Михаила Романова на царство Один из важнейших поворотных пунктов российской истории Вокруг царя новое знать, новые приближенные А главные герои смутного времени После этой великой победы тихо отошли в их тень Но последние станут первыми Минин и Пожарский Приходим на Красную площадь и видим памятник Минин и Пожарский Но рядом, к сожалению, нет другого памятника А рядом должен был памятник быть преподобному Сергию За семь столетий, что прошли со времени рождения Варфоломея Будущего великого старца Сергия Время стерло почти все материальные свидетельства той эпохи Изменился сам мир Но не уменьшилось значение Троицкой обители И остались неизменными чувства, с которыми приходят ко гробу преподобного Боль, радость, надежда и благодарность за помощь И как столетия назад рука Сергиева простерта, словно река многоводная Древний летописец назвал Сергия Игуменом всея Руси Слово Игумен в переводе с греческого значит «ведущий» Через столетия эта мысль снова и снова будет возникать у русских мыслителей В картине «На Руси», которую художник Нестеров считал главной работой своей жизни Он стремился выразить духовную сущность народа Вместе с великими русскими философами и писателями идут юродивые, монахи, сестры милосердия Все те, кто в своем разнообразии и единстве несут русскую идею Но впереди, ведя за собой всех, идет мальчик Как будто заброшенный в 20 век из Древней Руси В косоворотке, лаптях и с котомкой за спиной Не это ли тот самый отрок в Арфоломее, юный Сергий? В чьем облике соединилось все то, что дало картине второе название Душа народа Душа народа Субтитры создавал DimaTorzok